Башкирский полей Администрация района в это время была нацелена на сохранение стабильности в социальной сфере, укреплению экономики, рациональному использованию бюджетных средств. Малый и средний бизнес – прекрасная возможность активизировать инвестиционную и предпринимательскую деятельность. В 2021 году на предпринимательских часах рассмотрено проектов на 780 миллионов рублей. Сегодня в районе реализуется порядка 40 инвестиционных проектов. Один из самых приметных – строительство нового 100-метрового крытого железнодорожного моста с подъемниками для маломобильных граждан. Возводится он рядом со старым деревянным мостом, которому уже больше шести десятков лет. Сборка моста предусмотрена по частям. По словам специалистов, новое сооружение будет надежной современной конструкцией. Инвестиции открытого акционерного общества РЖД в этот проект составили более 150 миллионов рублей. Буквально на днях на Инаульском молочном заводе состоялся первый запуск цикла производства сырного зерна кальята – высококачественной основой полуфабриката для дальнейшего использования в производстве мягких сыров таких сортов, как моцарелла или сулугуни. Инвестором нового направления деятельности «Общество с ограниченной ответственностью Победа» выступило предприятие «Элипсмол». Производство сырного зерна кальята – совершенно новая ниша не только для Инаула, но и для всего Башкортостана. При успешной деятельности нового цеха развитие молочной отрасли сделает большой шаг вперед в области импортозамещения на продовольственном рынке региона. Сегодня на Инаульском молочном заводе выпускается 17 видов молочной и кисломолочной продукции. Мощность завода – 35 тонн молока в сутки. В планах запустить еще одну мегаферму на территории Инаульского района на 3000 дойных коров. На минувшей неделе стартовал второй, завершающий этап дорожного ремонта улицы Советской. Она станет безопаснее для пешеходов, здесь предусмотрены завышенные тротуары, исчезнет водосточная канава, пролегающая вдоль улицы, на которую в межсезонье приходилась основная нагрузка. Она будет закована в тротуарной коммуникации. Есть уверенность, что с твой очередной день рождения город встретит преобразившимся. 2021 год стал экзаменом на профпригодность для работников здравоохранения. Несмотря на большую загруженность из-за продолжительной пандемии COVID-19, медицинские работники всегда были на страже здоровья, не считаясь со временем. Продолжилась работа по привлечению врачей-специалистов. В 2021 году принято на работу 9 врачей. В Инауле за прошлый год 4 медика получили в сумме 3,5 миллионов рублей господдержки по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». А в эти дни в Центральной больнице Инаула можно увидеть не только медработников, но и представителей строительных профессий. Здесь приступили к капитальному ремонту здания. Первый из них, на который выделено 25 миллионов рублей, включает замену и утепление кровли терапевтического отделения, обновление окон, входных дверей, а также частичное утепление и облицовку фасада главного здания больницы. Наступивший 2022 год в Российской Федерации посвящен культурному наследию народов России. В Янаульском районе запланировано много значимых мероприятий, а также участие в республиканских фестивалях, конкурсах, акциях. Ближайшим станет республиканский праздник гармонии «Мунхуабай-Гармун-Байраме» имени Фатыха Иксанова, который пройдет 27-28 мая на Янаульской земле. А в 2021 году Янаул принимал участников шестой всемирной кальклариады. На нашей сцене выступили творческие коллективы семи иностранных государств. На одну сцену с ними поднялись и янаульские самодеятельные артисты. По итогам переписи населения 2021 года в районе проживает 42 241 человек, в городе 24 536 человек, на селе без малого 18 тысяч. На свет появилось почти 400 малышей. Есть такое расхожее выражение «Янаул – это город, в котором хочется жить». Добавим «город, в котором хочется расти детей». Новые добротные дома, современные школы и детские сады гостеприимно распахивают свои двери перед маленькими иноульцами. Самый яркий пример прошлого года – проект «Комплексная компактная застройка и благоустройство квартала «Италмаз» в селе Шудек». В рамках этого масштабного проекта запустили детский сад на 60 мест с блочной котельной установкой и системой водоотведения протяженностью 3 километра, уличные сети водоснабжения и газоснабжения из полиэтиленовых труб. Разбили парк культуры с центральной аллеей и плоскостными спортивными сооружениями, для игры в футбол, волейбол, баскетбол. Стоимость реализации проекта – 122 миллиона рублей. Финансирование идет за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов. В 2021 году завершился грандиозный проект благоустройства общественных пространств «Северные ворота Башкортостана». Территория елочной и привокзальной площадей, торговые улицы стали сегодня настоящей визитной карточкой города. Результатом всех преобразований стало признание наших достижений на федеральном уровне. ИНАУ вошел в федеральный реестр лучших практик благоустройства 2021 года. 84 региона, 400 заявок, 120 проектов формирования комфортной городской среды из 110 муниципальных образований в 60 субъектов Российской Федерации. Нам действительно есть чем гордиться.